МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа! Напомню, вы слушаете радионародная волна на частоте 1430 М99,1 ФМ на нашем веб-сайте radioinvc.com, на нашем канале в YouTube. Я смотрю наши слушатели и зрители уже там, и из Израиля, и со всего света. Они там, мы тут. Да. Всех приветствуем. Замечательно. Ну что, во-первых, наконец-то я сегодня поменял масло в машине. Ну, слава богу. Да, потому что все время, знаешь, когда заводишь, там... Ну, я понимаю. Такая блэнка написана, maintenance required. То есть нужно нажать кнопку, чтобы все показывал, то, что я не хочу. Да, а во сколько машина в лист, по первые два года, ты знаешь, бесплатный сервис и так далее. А потом, когда приезжаешь... Кстати, вот интересно, где ты менял масло? Вот, вот. Расскажи, поделись. Наконец-то я посетил механик автосервис, вот эту компанию, которую мы рекламируем. То, что Яшков все постоянно рекламирует. И я был приятно удивлен. Я поехал, я позвонил прямо с самого сюда. Кстати, телефон 847-877-1456. Прежде чем вы соберетесь туда ехать, позвоните, чтобы вам сказали, ну, чтобы, знаете, не терять время, чтобы приехал, назначили время, приехал, сделали, так сказать, уехал. Я позвонил с утра, подтвердил, что я приеду, потому что я вчера позвонил, я говорю, меня спросили, а когда, я говорю, ну, вот я завтра бы хотел. Он говорит, ну, вы тогда позвоните, скажите, что вы приедете, чтобы я тогда приготовил. И, во-первых, шикарный шап. Да, большой, там, я не помню, штук, наверное, 8 подъемников стоит, как минимум. Очень большая мастерская. Единственный, может быть, недостаток, то, что она стоит, ну, не лицом на улицу, она на меллоках находится. Да, она, то есть, ее большая часть выглядывает на меллоках, в принципе, но заезд, получается, сбоку. Заезд нужно, и такой незаметный заезд. Вот улочка называется, в которую можно, которая перед ней, это Industrial Drive. Чего-то такое, да. Там стоит знак, название улицы. А вот следующий заезд чуть южнее. То есть, если вы едете с севера, то вы проезжаете вот этот светофор Хинсроуд, потом этот Industrial Drive. И сразу же тут за ним, вот, буквально, въезд, там огромное здание, на самом деле. У меня хотел сказать, там ее, в принципе, проехать невозможно, потому что светлое, большое. Да, индустриальное здание. Заезжаешь туда, поворачиваешь направо. Короче, это здание нужно объехать и въехать в гараж с обратной стороны, с противоположной стороны. Так вот, с другой стороны, я понимаю, что выручают его люди, которые пользуются услугами этой мастерской, которые один раз в нее попали, нашли, отыскали, заехали, они потом уже туда ездят. Причем стоит искать. Да, стоит. Поэтому они потом просто других мастерских не ищут. Там выполняются механические работы. Там, по-моему, написано, вот, на большом здании написано, paintless dental repair. Paint repair, paintless dental repair. Окей. А вот с обратной стороны заехать. Еще раз. Механик Auto Service, который находится на улице Миллоке, ну, адрес такой, Willing, 1030, South Millwoke Avenue. Это по западной стороне Миллоке. Да. И телефон запишите 847-877-1456. Владельца и главного мастера этой мастерской зовут Сергей, такой ответственный, солидный мужчина, не балабол. Знаешь, ты иногда в какой-то сервис приезжаешь, люди стараются тебя расположить, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, утомляют тебя разговорами. Пока тебя располагают, твою машину разбирают напополам. Да, и потом, а этот нет, этот немногословный такой серьезный мужик знает свое дело. И мне понравилось там, он менял масло. Ну, во-первых, он не только масло, он сразу заметил, что у меня нет пару колпачков на колесах. Он говорит, да, накрутил мне колпачки, залил, говорит, что-то с пустым бачком ездить. Омывателя, стекол нет. Залил, мне омывател стекол. И когда он менял масло, там капля капнула на пол, он тут же взял тряпку. Уш-ш-ш-ш. Да. Это хозяин. Да. Так что еще раз рекомендую. Это моя персональная рекомендация. Я впервые действительно сегодня побывал в этой мастерской. Впечатление очень положительное. И вам рекомендую. Еще раз номер телефона 847-877-1456. Если вашей машине нужно, ну, или просто поменять масло, или какой-то ремонт, я не знаю, тормоза, может, с мотором, с двигателем, что-то. В общем, обращайтесь, звоните. Я владельцу и главного мастера зовут Сергей. Так что у меня сегодня хорошее настроение с утра. А у твоей машины какое настроение? Она поехала по-новому. Наконец-то. Она поехала по-новому. Вдохнула. Совершенно, да. Ну что, значит, в шкур, вот тут хорошая такая карикатура нарисована по поводу переговоров Lightfoot с Чикагской. Счастливым профсоюзом учителей. Она говорит, как насчет только руки. И сидит текст-пэр такой, без рук, без ног, такой култышка. Как насчет рук? А они отвечают. Не отдел может стоить вам и рук, и ног. То есть... Знаешь, что меня удивляет, Сереж? Вот меня удивляет вот эта вот ситуация. Значит, единственное, я еще не решил, кто из них более негодный, скажем так. Профсоюз или Lightfoot. Значит, в городе денег нет напрочь. То есть денег нет настолько, что даже если они сегодня в два раза поднимут тексты, у них денег нет. По-любому. Но, тем не менее, профсоюз все лето отдыхает. Я имею в виду учительский профсоюз. Все лето отдыхает. Тихо, спокойно, нормально. Теперь дети идут в школу. Пошли в школу, и тут профсоюз вспоминает, что подожди секундочку, а у нас же контракт не подписан на следующий год. А ну идите сюда. Денег нет, но деньги дай. А где их взять, тоже не понятно. Мало этого, Сереж, ты подумай, ведь этот профсоюз, что они вытворяют? Значит, Lightfoot предлагает 15%, 16% в течение пяти лет. А профсоюз говорит, не, ребята, это мало. Вы нам дайте по 5%, то есть 15% в течение трех лет. Понимаешь? То есть самое интересное, неважно, 3% или 5% денег все равно нет. О чем идет разговор? То есть на сегодняшний день средняя зарплата учителей в городе Чикаго 79 тысяч в год, а предложение, которое сделал Lightfoot, обеспечит им через 5 лет 98 тысяч в год, и им мало. Да, но Сереж, ты не называй такую вещь. На сегодняшний день, так как говорится, общепринятые средние повышения зарплаты составляет 3%. Общепринятые. То есть то, что предлагает... У государственных служащих на самом деле практически 3%. Да, то есть практически 3%. То есть то, что предлагает Lightfoot, оно в принципе как бы в одной колее с тем, что происходит в принципе в стране. Нет, ребята хотят, чтобы им дали 5%. Это почти в полтора раза выше, чем все остальные, которые работают в нашей стране. Понимаешь? Вот спрашивается, откуда берется вот такая наглость. И при этом все прекрасно понимают, что штат идет на дно, потому что налогоплательщики, люди, которые там посчитали, сколько миллиардов потерял штат за счет того, что люди, которые работали, зарабатывали и покинули этот штат. 86 миллиардов долларов. Ну, кого это волнует? Придскера, Придсул, Лайтфуд. Кого это волнует? И меня интересует другое. Почему? То есть я понимаю, что в Чикаго три профсоюза самых сильных, мощных профсоюзов. Это учительский, это мусоросборники вот эти вот. и, ну, будем говорить так, полицейские, да? У меня вопрос другой. Когда-то в свое время, когда начали бастовать так называемые air traffic controllers, да, те, которые контролируют трафик, Реган им дал. Ровно что-то 72 часа или 96 часов, я не помню точно. Сказал так, ребята, те, которые не выйдут через вот это время, все уволены, следующие заходим на, как говорится, на амбразур. Почему? Где написано, что Чикаго Teachers Union, CTU, имеет абсолютнейшую власть над всеми в городе Чикаго? Потому что политики у них в кармане. Вот и все. Вот у нас есть звонки. Добрый день. Вы в эфире, исповедитель согласился. Алло? Да, говорите. Здравствуйте. А вот вы перечислили три самых сильных профсоюза, самых могущественных, вернее. Насколько я понимаю, все это государственные служащие. То есть это получается, что государственные служащие являются авангардом, копилкой демократической партии, которая, соответственно, финансирует выборы демократической партии, а демократическая партия через, так сказать, деньги налогоплательщиков им отплачивает, ничего при этом не теряя, грабя рабочий класс, грабят, недоплат уничтожая его, и им все равно, потому что текст-пэры все равно будут платить деньги. То есть и в этом случае вот эта вот диктатура демократической партии ведет нас не просто к социализму, а к какому-то дикому совершенно социализму еще почище, чем в Советском Союзе. Просто многие об этом не думают и не понимают. А на самом деле надо, конечно, перестать голосовать за них. Вы просто идиоты голосуют за них, потому что будущее наше печально. Спасибо. Мария, вы понимаете, вы абсолютно правильно сказали, только не надо смешивать. Тут дело не... Вы правильно сказали, это именно диктатура. Тут никакого отношения к социализму не имеет. Почему? Потому что вот тут чистая диктатура. Чикаго Сити, то есть Чикаго Тичерс Юнион, ну и другие юнионы, которые государственные, государственных работников абсолютно диктуют все те условия, которые создаются в штате. Вот и все. Чистая диктатура, никакой демократии. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела сказать, что есть же выход, можно же развивать чартер школы, а тут Мария выбила все мои, как говорится, доводы у меня из-под ног. Получается, что поскольку демократы при власти, они же после себя действовать не могут. Конечно. Значит, эти чартер школы они не могут. Поэтому никто не может добиться этих ваучеров. Мы же говорим уже об этом наверное последних лет 10. что нужно выдавать ваучеры тем, которые хотят, чтобы их дети занимались в частных школах. Но на это же никто не идет. А зачем? Потому что это против интереса профсоюзов. Конечно. Абсолютно. Потому что учителя в частных школах, в чартер школ, они не являются членами профсоюза. Конечно. Поэтому профсоюз не получает с них мзду, и они против этого. Это первое действие, когда Обаму выбрали президентом, и наш Дюрбин, извините за выражение, Дик, приложил все усилия. Там, по-моему, единственная школа в вашем ТНВС была чартерная школа, в которой училось большинство, кстати, афроамериканцев. Так они закрыли ее? Да. Они ее просто закрыли. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, все-таки это, вы не совсем правы. Потому что при капитализме не может быть диктатуры. А социализм именно характерен диктатурой. Неважно, это диктатура пролетариата, диктатура расы определенной, или диктатура дипокатической. Спасибо. Все, понятно, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Гартман Владимир в Сан-Французске. Здравствуйте, Володь. Здравствуйте. Я к вам присоединяюсь к вашим чаяниям по поводу вашего Чикаго. У нас тоже, вы знаете, с учителями такая вещь. Вот моя дочка, она водит шестилетнюю внучку мою в школу, за которую она платит 40 тысяч в год. Ну, а куда деваться? Ну, да. Хочется, чтобы лучше было. Конечно. Значит, это по поводу учителей. Но я вас хочу немножко перевести на другую тему, если это можно. По поводу нашего родного Трампа. Угу. А, значит, меня очень интересует такой вопрос. Если вы знаете это, подтвердите, пожалуйста. Насколько я знаю, ну, он все время ругается в Твиттере по поводу Федерал Резерв Банк, что они никак, ну, в смысле, что они не уменьшают рейт. Да, да. И, насколько я слышал, что он может сейчас президентским указом выгнать Паула, по-моему, его зовут, я не помню точно. Да, но это... Когда-то был Гринспан, все помнили его. Да, да, да. Значит, возможно ли это, что он его выгонит, поставит своего человека и мы... Вы, Владимир, вы не забывайте, Паул, он и есть человек Трампа, ведь его назначил Трамп. Поэтому... Окей. Поэтому интересная ситуация. Я думаю, что там вопрос не решится, потому что, кроме Паул, там Совет Директоров Федерального Резерва, это люди, которые... То есть там решает не один Паул. Он как бы говорящая челюсть, но там решения принимаются Советом Директоров. Поэтому от того, что он уберет Паул... Да, он на него... Он его ругает, потому что, ну, кого... Если он будет ругать весь Совет Директоров, это будет как-то немножко смешно. Поэтому он, как говорится, обращается вот непосредственно к Паулу. Но тем, что он его выгонит или он его заменит кем-то другим, от этого ни философия, ни тактика Федерального резерва не... Оно не повлияет на него. Поэтому вряд ли он его будет убирать, вряд ли он... То есть Паул еще ничего такого не сделал в принципе, за что бы его нужно было убрать. То, что он отказался понижать рейд, ну, вот он их сейчас будет понижать. Он уже признал то, что, да, придется понизить рейд. Ну... Я помню просто, как это Гринстон делал. Ну, Гринстон... Из квартала в квартал. Да, ну... Все знали, Гринстон, Гринстон, да? Да, ну вы не забывайте, Гринстон делал это не потому, что он делает из квартала в квартал, а потому что он пытался как-то сдержать вот эту рецессию, которая постоянно грозила, которая, в конце концов, таки наступила. Эта рецессия грозила... То есть из-за того, что экономика постоянно падала, 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 вот то, что делал Гринстон, он пытался понижением рейда как-то поддержать все-таки эту экономику. Нет, ну в 90-х, наоборот, они просто взлетели все. Нет, в 90-х... То есть все взлетело, правильно? Да, нет. В 90-х... Может быть, у нас здесь окей, в долине. Нет, ну я... Я говорю... Нет, дело не в вашей долине. Дело в том, что вообще в 90-х годах, вот когда начали постепенно отток наших производств в Китай, вот тогда наша экономика потихонечку начинала, начинала буксовать. Ну я извиняюсь, может я что-то не так рассказал? Нет, 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 вы все правильно сказали, вы все... Просто придется пока потерпеть, Павло, пока... Спасибо, спасибо вам. Ну и продолжая тему, так сказать, государственных служащих, чиновников, агентств. Бардак происходит не только на уровне нашего штата, на федеральном уровне. Вот подсчитали, с 2004 года федеральное агентство не... in improper payments. Короче, разбазарили ненадлежащим образом... Разтащили бабки, ненадлежащим образом один около... Ну, цифра называется 1,2 триллиона долларов. 1 триллион 200 миллиардов долларов было разбазарено, то есть потрачено либо кому-то переплатили, либо заплатили кому-то, кто этого не заслуживает и так далее. В частности, просто несколько примеров. Медикейт и Медикейр признали, что, скажем, Медикейт, если я не ошибаюсь, признал 36 миллиардов долларов, оплатили незаконно, и Медикейр 31 миллиард долларов. Ну, а кроме того, там, АРС... Подожди, 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 до АРС. А теперь ты себе представляешь сингл-пейер. Да-да-да-да. Вот представляете, если вся, всю медицину будет менеджить вот такая вот контора и управлять деньгами. Представляете? А это 18% всей экономики. И какие там будут безобразия, злоупотребления, растраты и так далее. А потом, поскольку тратить они все равно будут, потому что это не деньги, это же не деньги. И сидит человек, болван, чиновник, туда заплатил, сюда заплатил, сюда потратил. Это же не его деньги, не из его кармана. А потом выясняется, что, оп, а платить-то за реальные услуги нечем, мало, не хватает. Что будет происходить? Сокращение услуг. Абсолютно. Вот и все. И даже вот в том виде медикер, который сейчас уже не все покрывает, за последние там 10 лет медикер значительно урезали. Ну, конечно. В смысле, услуги предлагаемые медикер, планы. Да-да. А вот представляете, когда весь этот всю медицину будут ранать вот эти самые и чиновники и разбазаривать вот таким образом деньги, и как они будут рационализировать. Они, у них элементарная вещь. Смотри, ему же ведь главное, вот этому чиновнику, про который ты говоришь, ему самое главное отчитаться за то, что деньги ушли. Потрачены. То есть, что он их не украл себе в карман, а он их потратил. А уже куда он их потратил, это уже никого не шкварит. Главное, что они... То есть, внутри ведомств это абсолютно не контролируется. Колоссальные деньги идут в пропасть. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. А вы помните, что случилось в Исканции, когда Уокер пришел, и он этот профсоюз и учителей прикрыл немножко. И какой там поднялся шум. Ну, я хочу о другом сказать. Года два назад я как-то позвонил, и был что-то разговор, я уже не помню, о чем я сказал. Почему в основном все идут на забастовки летом. Ну, и Олег мне вот как-то... Но я же не закончил. Все идут на забастовки летом, за исключением профсоюза учителей. Они всегда идут, когда в школы начинают. Конечно. Ну, вот, может быть, где-то в декабре пойдут, они пока разговоры идут. Не-не-не, 28 сентября. Они... Однимечку. Таким образом они держат и студентов, школьников, и их родителей заложниками. И им никуда, некуда деваться. Это не город. Город там... Они чужие деньги переводят. люди, которые страдают от этого, это простые люди. Да. А они пользуются этим. У меня невестка, она учительница. И я с ним много разговаривал, и как-то мы коснулись, я говорю, ты не ходи на эти забастовки. Она... Почему? Я ей объяснил свою позицию. Она еще ни разу не ходила на забастовки. Не знаю, ее дистрифт ходил или нет, я не знаю. но она никогда не была на забастовке. Так что это их личное мнение, но они их очень хорошо используют. Абсолютно. Спасибо большое. Спасибо. Вообще очень показательно. Помнишь одна фраза, сказанная как Гарден, самое главное про союз education про союз да, да, да. Как же фамилия? Ну, неважно. Ты понимаешь, о коме. Я понял. Когда я сказали тебя. Когда же вы будете говорить об интересах школьников, в принципе, вообще заботен они, когда она, на что она ответила, когда они будут платить мне профсоюзные взносы, тогда я буду о них заботиться. А сейчас моя забота не о ней. Кстати, насчет забастовки, эта забастовка, они не будут ждать декабря, уже назначена забастовка на 28 сентября, если вопрос не решится. А вопрос не решится, поэтому забастовка будет, ну, а дети будут пока шалтай-болтай, а родители головная боль, что с ними делать? Это же не страшно, у нас же паблокскул во всех, в Чикаго особенно, такой уровень знаний, такой уровень преподавания. я понимаю, эти учителя, которые получают по 70-м чем-то тысяч, вот у них, у всех, как в Стивенсон, допустим, там успеваемость выше крыши, бла-бла-бла. Дети абсолютные, прошу прощения, дебилы, я не имею в виду физически, я имею в виду, что они уровень знаний, уровень, имею в виду, эти знания. читать, писать, считать. Значит, посчитали таблицу, да, значит, дети, которые сегодня занимаются, поступают в хай-скул, то есть это 9-й, 10-й, 11-й, 12-й класс. Те, которые поступают в 9-й класс, они средние по или иной, их уровень на уровне 6-го класса чтения, на уровне 4-го класса математика, понимаешь, и вот куда они идут, какой 9-й класс, и что они там будут делать в этом 9-м классе. Окей, мы так или иначе должны прерваться, мы вернемся и обязательно на прошлое. Кстати, Сереж, ты знаешь, мы вот, кстати, сейчас прослушал рекламу ресторана 12 Улев, ну, ты знаешь, ресторан открылся, да, несколько, наверное, месяц тому назад, может, немножко больше, прямо на углу, кстати, улиц Данди и Арлинтон-Хайтс-Рот, это северо-западный угол, так вот, знаешь, мне пришла мысль такая в голову, кто бы мог подумать, что такую фразу, как «почем опиум для народа», можно будет как-то отоварить, да, это же вообще класс, значит, приходишь в ресторан, говоришь пароль, «почем опиум для народа», получаешь возможность сыграть в абсолютно, беспроигрышную абсолютно лотерею, то есть тебе приносят действительно 12 стульев, и каждый из этих стульев представляет какое-то сокровище в виде какого-то, ну, то ли скидки, то ли подарка, то ли еще чего-то, то есть абсолютно беспроигрышный, не один стул с сокровищем, как в знаменитом произведении, а 12 стульев, любой из них выбирай, просто зависит от того, вот ты выбрал, какое сокровище тебе досталось, но, кроме этого, наверное, самое главное, это то, что действительно, в ресторане, во-первых, потрясающая еда, то есть действительно, вот, вкусный ресторан, знаю, сейчас, кстати, все знатоки русского языка будут кричать, как нельзя такое говорить, можно, вот вы пойдите, попробуйте их еду, и тогда вы поймете, что ресторан действительно вкусный, это второе, третье, значит, то, что у них там есть в отношении напитков, я уже не говорю про 8 сортов пива разного, причем разливного, в полулитровых кружках, в литровых кружках, кроме этого, есть два напитка, один, скажем так, мужской, который называется хреновуха, а второй, больше для женщин, который называется бреоль, такая наливочка своего рода, в общем, ребята, поверьте мне, придете в ресторан, не пожалеете, но перед тем, как вы туда пойдете, позвоните, пожалуйста, 224-347-2918, 347-2918, сделайте там reservation, поверьте, не пожалеете, ресторан 12 стульев, угол Данди и Арлинтон-Хайт, попробуйте, точно, точно, мы там побывали, и я подтверждаю каждое слово, подписываюсь под каждым словом, а эту хреновуху, просто вот сидел бы и пил бы, я, конечно, не алкоголик, но там тяжело от нее оторваться, и так, буквально два слова еще про Чикаго, про, вернее, про штат Иллиной, значит, с 21-го года губернатор подписал приказ, о, закон, и, начиная с 21-го года, корпорации должны будут отчитываться, о гендерном и расовом составе Совета директоров, идиотизм, блин, частные корпорации, вот вы когда говорите о тоталитаризме, о диктатуре, вот посмотрите, правительство штата будет требовать отчет от частных компаний, кто, сколько женщин, мужчин, или там, in between, я не знаю, сколько сейчас полов, да, 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 через, через, через одного, это как на MSNBC, по-моему, кто-то сказал, республиканцы, это же вообще дикари, они признают только два пола, мужской и женской, да, 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 то есть иди, да, мы все верим, это, это не смешно, давай немножко переведем это на, как говорится, на русский язык, для наших слушателей, почему, потому что, вот представьте себе, у вас, вот мы говорили только что о ресторане, 12 туле, да, вот ресторан 12 туле, должен будет подать в штат отчет о том, какого цвета официанты, официантки, сколько женщин, сколько мужчин, сколько третьего пола, и в случае, если это не соответствует взглядам, вот, прогрессивных, да, то, наверное, будут наказывать каким-то образом. Конечно, будут штрафы, наверное, за то, что вы недостаточно, политкорректный, по отношению к нашим жителям, нашего штата, на фдверсити, да, да, то есть, Орел, нервный курит в сторонке, это вообще, это как, это абсурд, по-моему, я не знаю, даже в Калифорнии, по-моему, такого закона, они соревнуются между нами, на что ты, Калифорния соревнуются, кто безумнее, кто безумнее, там вот новый термин ввели, значит, не уголовники, а, да, что-то такое, короче, человек, вовлеченный в юриспруденцию, в общем, что такое, мы, слушайте, это люди, за которых, кстати, часть русскоязычных, голосует, за этих, я даже не знаю, это идиотизм, это что, это мозги, вывернутые на изна. Серьез, вот это, вот это, я говорю, твоя, потому что ты, ты там любишь общаться, это Маша Майорова, как ее там зовут, Ксюша, Ксюша Майорова, да, но если она закончила UC Berkeley Law, как ты думаешь, вот что у нее в башке, кроме как вот, вот этой вот галимати, которую сейчас... Ты знаешь, я бы с тобой согласился, если бы не один конкретный пример. Замечательная семья живет в Калифорнии, Жанна Сундеева и Николай Сундеев. Да. Издатели вот газеты, кстати, и, кстати, есть версия онлайн, очень интересные, интересные статьи. Ее дочь закончила Беркли, и она, и ее муж, который, по-моему, муж дочери, по-моему, тоже закончил Беркли, и у этих детей мозги на месте, на удивление. Ну, собственно, нет никакого удивления, потому что родители... Родители принимают участие в жизни своих детей. Вот тут как-то Юлия Бигбау похвасталась, что ее сын в Беркли учит в одном из лучших университетов. Ну, да. Я нисколько не сомневаюсь, что он будет с мозгами наизнанку, так же, как... А знаешь, что мы, интересно, издамы Юлия Бигбау похвасталась тем, что он занимается в одном из лучших университетов, а Ксюши Майоровой причина поступления в Юси Беркли была в том, что... Ну, что это было очень дешевое образование и возможность получить диплом адвоката. Понимаешь? Вот тебе. Ну, похоже, Ксюша Майоровой и адвокат. Ну, да. Представляешь? Значит, что еще интересного происходит? А! О, интересного... В Англии интересно происходит. Да. Значит, премьер-министр Англии Борис Джонсон обратился к королеве с просьбой приостановить деятельность английского парламента, потому что подходит срок, что называется, Brexit, должны принять решение, либо они выходят без всяких условий, без договоренности, что, скорее всего, и произойдет, потому что Объединенная Европа закусила у дела и хотят ободрать Англию как липку. Ну, да. Ну, то есть, знаешь, вот мафиозная это структура, вход, рубль, выход 2. Вход 2, да, да. То есть, за рубль вошли, за 2, хоть и выходили выйти, заплатить 2 рубля. Похоже, что они без этого собираются выйти, но и нет никакой надежды на парламент, потому что там есть Корбин со своей бандой, там другие есть. И, в общем, в общем, обратился к королеве с просьбой приостановить деятельность парламента. И королева, что удивительно на самом деле, такой шаг довольно мужественный, согласилась с ним. Ты знаешь, я не удивился. Знаешь, почему? Я всегда удивлялся тому, что Англия удерживала свою валюту. Они не пошли на поводу у Евросоюза и они не поменяли свои фунты стерлингов на евро. И вот это для меня всегда было каким-то очень таким большим сюрпризом, потому что мне казалось, что именно Англия будет, как говорится, впереди планеты всей со своими вот этими идеями, со своими прогрессивными идеями, что они все-таки полностью войдут, как говорится, двумя ногами в Евросоюз. А видишь, они их что-то удерживало. То есть, да, они вроде бы вошли на условиях, но свою валюту они не поменяли и смотри, вот как правило, их валюта держится на уровне. Она не не колеблется так, как колеблется евро, так, как колеблется доллар. Фунт и стерлинга все-таки это крепкая валюта. Вот тебе и... Давайте привезем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, здравствуйте еще раз. Карл Владимир. Я не мог не позвонить, поскольку у вас там Франциска о Сундеевой заговорить. Ну, мы постоянно читаем ее газеты, ее статьи, отлично. По поводу Беркли, ну, как бы могу сказать, моя тоже дочка закончила Беркли. И, в общем-то, консервативная. Ну, правда, мозги, конечно, перекошенные. Ну, естественно. Да, ну, то есть, я не за того, типа, ну, да. Оттуда без жертв не выходят. Да, да, да. Ну, все нормально. Ну, честно говоря, я вам скажу, вы все время на Чикаго или Инойс жалуетесь. Мы уже как бы не жалуемся. Ну, да. Просто уже хочется свалить. Я понимаю. И в этом как бы аспекте я хотел бы вам предложение сделать. Пожалуйста. Вы, конечно, хозяева своей радиостанции. Мы начали смотреть места, ну, мы под 60 уже, да, с женой. И мы думаем продать все здесь, черт, и свалить куда-нибудь в республиканский штат. Начали смотреть, ну, лучшие места для ретайрмента в Америке. Арканзас, там, еще что-то. Может, вам такую рубрику создать, а? Лучшие места для ретайрмента? Ну, да, типа разговоры какие-нибудь. А где хорошо? У вас слушатели много, кто-то скажет, а вот у нас тут так, а у нас здесь так. Ну, да, ну, вот я вам скажу сразу, у нас есть, вы знаете, Алексей Орлов, который выступает, буквально перед этой передачей. Вот человек абсолютно ответственный, абсолютно толковый, при полном уме переехал в горы штата Северная Каролина и доволен так, что не в сказке сказать, не пером описать. Вот вам, пожалуйста, наметка. Поезжайте, посмотрите. Да, ну, вот, окей. И республиканский штат. Может быть, если удастся, потому что выбора много, большая страна. Ну, да. Сейчас мы смотрим в сторону. Ну, трудно, конечно, от детей, внуков уезжать. Ну, мы же тоже еще живы, да? Главное, знаете что, чтобы на глобусе не закончилось место, потому что второго глобуса нет. Поэтому, тут нужно очень аккуратно выбирать. Тут, к сожалению, вся эта либеральная, не могу сказать слово либеральная, левая публика делает все, все, что от них возможно, чтобы все свалили отсюда. А вы живете в самом... Непонятно куда. Вы живете в черте города, в Сан-Франциско, или вы там где-то... Не, мы в Сан-Франциско прямо. Именно в черте города, да? Ну, как бы, всю жизнь, всю жизнь. Ну, я понял, я понял, да, да, да. Не, просто, вы знаете, я очень давно не был в Сан-Франциско, но, когда-то я там практически обитал, ну, по работе, в Силиконовой долине, и проводил очень много времени в самом городе. Я Барт брал прямо из Сан-Ивелл, и ехал в Сан-Франциско. Ну, я много лет, я, мы, мы жили всегда в Сан-Франциско, поскольку были двое детей маленьких, русская тусовка, работал я в районе Сан-Узе, и, ну, комьютал там. ну, да, да. Ну, вот я говорю к тому, что вот мне всегда... Ну, если вы давно здесь не были, сам город вас очень неприятно удивит, потому что грязь, да, трафик, пробки, я вообще, я, честно говоря, из Москвы, я когда сюда приехал, я подумал, куда мне привезли вообще? Китай, деревня, ну, потом я так полюбил этот город, да, город очень грязный. Держитесь там, держитесь пока. Не, вот мы и думаем, может, куда свалить надо. А куда-то надо, да, наверное. Кстати, вы вспомнили, а из Джорджии Сената Райзиксон, похоже, вообще он до 22-го года должен быть, на 6 лет, то есть он в 16-м переизбрался, и он заявил о том, что уходит на пенсию, но в связи с здоровьем. с здоровьем, да. А значит, там, кстати, в 20-м году будет, там Дэвид Бердю, один сенатор, в 20-м году будут перевыборы, то есть его место Фограб и сенатора Айзикса. Но это будет очень серьезный выбор в 20-м году. Очень важный, серьезный. Пока там два сенатора и республиканца, но сейчас губернатор может назначить на оставшийся взрослый. Причем он уходит на пенсию 31-го декабря в этом году. Да, да, да. То есть целый год там будет кто-то исполнять обязанность. Знаешь, меня больше волнует даже вот этого, меня волнует то, что они сейчас муссируют мысль о том, что бывая с президентом, стала Стейси Эйбрамс. Причем она в полном серьезе. Ну, не важно. Но, скорее всего, она будет рануться вот как раз на сенаторское место. Можем будет, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Хотел узнать ваше мнение по поводу перевода компании из Китая в Америку. Это еще при Обаме было. Я по радио, по американскому радио, слышал такое возрождение от Apple, что, значит, там, предположим, у них на заводе работает там тысяч человек, например, и еще 500 живет на территории, там, 300-500, не знаю сколько, живет на территории, в общежитии ждет тогда, когда выходит новая модель, а они все идут работать, там, в тресмены и так далее. Что такое, типа, невозможно физически сделать в Америке. Угу. Почему? Это было лет 5-6 тому назад. Не, ну, я... Не, ну, я... Оно как-то звучит странно, потому что в Америке очень многие компании работают три смены, поэтому абсолютно спокойно это можно сделать. Главное, чтобы здесь люди, которые перерабатывают свои 8 часов, получали овертайм, и все. Так что это не проблема. Ну, и оставшуюся буквально там несколько минут, давайте, может, успеем поговорить о том, что героин убивает больше людей в США, нежели оружие. Угу. То есть попытки демократов запретить оружие всячески под любым предлогом. А вот есть некая статистика. Количество смертей от героина выросло на 23%, что на 12 тысяч 989 смертей больше, чем количество смертей от огнестрельного оружия. Да. Понимаете? То есть предпринять все усилия для того, чтобы перекрыть поток героина в эту страну, тут демократов нет. А вот с тем, чтобы запретить людям владеть оружием, или усложнить им жизнь, или запретить, или обложить налогами дополнительными, ну, под любым предлогом, что показывает, что доказывает правоту моих слов о том, что демократы борются не с оружием, не с преступлениями, а борются они с Национальной стрелковой ассоциацией. Их задача уничтожить донора республиканской партии. А ты сам подумай, а с кем легче бороться? С наркоторговцами или с законопослушными гражданами? Понимаешь? Конечно. Для того, чтобы остановить героин, нужно бороться с наркоторговцами. А вот для того, чтобы остановить оружие, нужно бороться с законопослушными гражданами. Вот тебе и все. Совершенно верно. Если они примут еще 158 законов, запрещающих героин, это ничего не изменит. Абсолютно. Или повысят какие-то там наказания, и все это. То же самое, если они примут 158 тысяч законов, лишающих законопослушных граждан вправо владеть оружием, это тоже ничего не изменит. Потому что законопослушные... Вот мое оружие, которое хранится в сейфах, в разных, оно никому не доставляет никаких хлопот. Ни в кого не стреляет. Никому не стреляет. Никому не угрожает. И ничего абсолютно. Но если они еще добавят мне, заставят меня платить еще за что-то больше, чем я плачу. Там за лайсенс, за патроны. Вот ку-каунте ввели дополнительный налог на патрон. То есть на каждый патрон ты должен доплатить дополнительно 3 цента. И не потому, что это сделает для меня погоду, если я куплю в ку-каунте патроны. Хотя... Сережа, это в два раза. Да. И учитывая то, что патрон нужно купить за 5... Мне мерзко от того, что эти твари пытаются меня ободрать, потому что они разбазаривают деньги. Так вот я еще раз говорю, это, конечно, неприятно, но я как-нибудь это бы пережил, может быть, эти 3 цента на каждый патрон. Но дать возможность им получить с меня лишние деньги с тем, чтобы поднять себе пенсию или зарплату, что сделали на штатном уровне, на всех уровнях. Этот Эммануэль там поднял всем зарплаты перед тем, как свалил с Чикаго. Мне это... Из принципа я не хочу этого делать. Поэтому я покупаю патроны в лейк-каунте. Правильно. И это правильно, между прочим. В общем, люди, за которых демократы голосуют, а за эту публику, которая сидит в городе, которая сидит в нашем штате, голосуют демократы, потому что республикантов практически нет. Да, и шансов нет, вариантов нет. Она нас всех держит за дураков, ну, отчасти справедливо, потому что умным я не могу назвать человека, который голосует за кандидатуру, которая обещает поставить этого человека в какую-то позвольную неудобную и использовать его по всячески. Вот я не могу этого человека назвать умным. Ну, просто не могу. Сереж, пора. К сожалению. Спасибо, друзья. Чтобы всем... Всем хорошего дня. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok